Шадринский краеведческий музей имени Бирюкова представил уникальную выставку «Мода и время». Среди экспонатов образцы одежды наших дней, прошлых лет, а также популярные наряды XIX века. Коллекция включает в себя старинные женские, мужские, детские костюмы, головные уборы, обувь и украшения. Некоторые вещи местные жители разыскали в бабушкиных сундуках и отдали безвозмездно. Другие уже давно хранились в фонде музея. «Сама мода в XX веке претерпела, наверное, самые колоссальные какие-то изменения, потому что на нее сказывались и революции, и войны, которые были в XX веке. В XX веке поменялось отношение к женщине, ее статус в обществе изменился. И наш Шадринский краеведческий музей более 20 лет вообще не обращался к этой теме. Поэтому работать по созданию этой экспозиции было очень интересно». По словам сотрудников музея, при подготовке к выставке велась кропотливая работа по изучению моды и ее значения для шадринцев. Поэтому среди экспонатов можно было встретить не только светские наряды и аксессуары. Организаторы постарались также представить коллекцию крестьянских вещей, которую традиционно мастерили только в Шадринске. Например, сапоги с вышитыми портянками. Эта деталь мужского гардероба может рассказать целую историю, в которой есть место с симпатием, ухаживанием и даже любовным тайнам. Демонстрацию с рассказом о крестьянской моде представил Центр ЛАД. «Обратите внимание, многие даже спрашивают о том, что это за полотенце на сапогах на ногах. Очень интересно, часто встречающийся вопрос – это не полотенце, это портянки. На самом деле портянки добились девушками для своих возлюбленных, для женихов. И если девушка тянулась таким подарком, парни имели право даже их требовать такие подарки. Это означало, что она согласна выйти за него замуж, подарок будет предсвадебный». Рядом с эпохой косоклиных сарафанов, широких блузок и платьев в пол находится военная и послевоенная мода. Стандарты пошива одежды для фабрик в 50-е годы соответствовали экономической ситуации в стране. Приветствовалось производство одежды из недорогих тканей, с минимум деталей и максимально простого кроя. В Шадринске в это время также процветала легкая промышленность. Пошивом и созданием вещей занималась обувная и кашгалантерейная фабрика. Поэтому многие горожане носили только то, что производилось в городе. Однако некоторые предпочитали создавать свой стиль. «Были и в то время и стиляги, и были модницы, которые не хотели выглядеть так же, как соседка, или на улице увидеть своего близнеца, поэтому доставали, покупали красивую ткань, обращались к своей модистке, швее, портному, или обращались в ателье и заказывали костюм, платье или шляпу». Особое место выделили и 60-м годам. Именно тогда в Советский Союз ворвалась мода на все искусственное. Синтетическая одежда стала характерной чертой того времени, а в 90-е стали популярны джинсовые ткани. Как отмечают сотрудники музея, на выставке можно увидеть моду от дореволюционного периода до послевоенных лет. «Очень приятный, теплый зал, много хороших творческих людей. Я вижу, были приглашены студенты из Шаринского педагогического института художественного и графического факультета, что характерно для них, для их специальности. То есть очень интересно, познавательно, много нового узнали. И я обратила внимание на вот этот костюм, модель мужской одежды 1970-го годов. Если посмотреть, когда я его увидела, мне показалось то, что это похоже на современный костюм. Мне показалось это интересным. И очень такие винтажные, интересные платья мне понравились». Проследить модную тенденцию последних веков шадринцы и гости города смогут в течение двух месяцев. Именно это время будет работать выставка «Мода и время». Продолжение следует...